В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Оплату детских садов, а также кружков, секций в муниципальных учреждениях отменят. Новые меры поддержки для семей мобилизованных жителей вводят в регионе. Спасибо за ваш труд! Глава города поздравил педагогов доп. образования с Днем Учителя. Медальный урожай собрали воспитанники отделения плавания и кара на областных соревнованиях в Дежинске. Далее расскажем обо всем подробно. На госуслугах появилась форма для жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации. Услуга предназначена для тех, кто имеет основания для отсрочки, но все равно был мобилизован. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки. Еще один сервис, который запустили на госуслугах, называется «Стать добровольцем». Он предназначен для тех, кто решил добровольно принять участие в спецоперации РФ. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на баннер «Стать добровольцем» или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы. Ошибочно мобилизованные на военную службу жители Нижегородской области вернутся домой 5-6 октября, сообщил председатель ЗАГС Собрания региона Евгений Люлин. По каждому случаю неправомерного призыва проводится разбирательство. Чтобы не допустить призыв граждан, не подходящих по возрасту и состоянию здоровья, на областном сборном пункте создадут барьерную медицинскую комиссию, куда призывники смогут обратиться со своими жалобами на решение медкомиссий в военкоматах по месту жительства. Между тем, в регионе вводят новые меры поддержки для семей мобилизованных жителей, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. На встречах земляки спрашивали, в частности, про оплату детских садов. С этого месяца эту оплату отменяем для тех, у кого мобилизовали главу семьи. Компенсацию учреждениям из муниципальных бюджетов. Такая же схема по школьному питанию. Для детей мобилизованных оно будет бесплатным, пишет глава региона. Кроме этого, прорабатывают вопрос отмены оплаты за топ-образование кружки и секции в муниципальных и областных учреждениях. 5 октября – Всемирный день учителя. В преддверии праздника глава города провел торжественный прием педагогов учреждений культуры. На встречи побывала и наша съемочная группа. Зачастую они проводят с ребенком не меньше времени, чем родители. Занимаются его образованием и воспитанием. Прививают моральные и культурные ценности. Растят патриотам и развивают таланты. 5 октября представители одной из самых важных профессий – педагоги – отмечают свой праздник. В этот день поздравляют не только школьных учителей. Слова благодарности звучат и в адрес преподавателей дополнительного образования, которые открывают для наших детей дверь в мир искусства. Хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Это очень важно, нужно, интересно, бесспорно. Действительно одна из важнейших профессий для человечества. Вы показываете своим примером, своими навыками, показываете возможности нашим маленьким гражданам. Показываете, раскрываете их таланты. Кого-то ставите на крыло, даете им будущее. Без педагога нет космонавта, инженера, врача, поэта. В жизни практически каждого из нас есть учитель, который занимает особое место в сердце. А в большом сердце педагога всегда найдется место для каждого ученика. С большой любовью и теплом вспоминает своих воспитанников Анжелика Ермакова. За 30 лет работ она выпустила немало талантливых детей, многие из которых пошли по ее стопам и связали жизнь с музыкой. Ну это естественно. Переживания как и любого родителя, так и преподавателя – это естественное состояние. Я думаю, что мои ученики меня всегда помнят, так же, как и я, всегда слежу за их деятельностью, за их искусством, потому что очень многие поступают именно в высшие учебные и средние музыкальные заведения. Среди воспитанников Саровских школ искусств многочисленные победители-призеры международных и российских конкурсов, финалисты крупных творческих проектов и фестивалей. Успехи наших детей – это в первую очередь заслуги педагогов, которые вкладывают в юных саровчан частичку своей души. Мне кажется, творческим специальностям учить намного интереснее, потому что ты сам этим занимаешься. И хочется научить маленького человека, который к тебе приходит, который иногда не умеет рисовать, иногда умеет рисовать лучше тебя. Он видит мир чистыми глазами. Его еще не учили много лет в университетах, школах. И на самом деле с такими, вообще с детьми работать, мне кажется, намного интереснее, чем с взрослыми. Творческим подарком ко дню учителя для педагогов стали выступления воспитанников и преподавателей «Дыши» и «Дыши номер два», а также участницы проекта «Голос 60 плюс» Ирины Оськиной. Мы связаны с тобой на век одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля моя. Екатерина Пенова, Артемий Голосков, служба новостей Сару-24. Детская библиотека имени Пушкина отметила 65 лет. С юбилеем сотрудников учреждения поздравили представители ЗАГСа, Брания, ВНИЕФ, Администрации и Думы. На торжественном вечере побывала и наша съемочная группа. В библиотеке должна быть тишина. Фраза совсем не актуальная для Пушкинки. Сегодня это площадка, где реализуют самые разные проекты. И развлекательные, и познавательные. Здесь работают и клубы по интересам, и семейные объединения, и мастерские. Проходят встречи с писателями и праздники в честь Дней рождения сказочных персонажей. Но всегда в центре мероприятий книга. Уже 65 лет библиотека имени Пушкина занимается развитием, образованием и приобщением к чтению наших детей. Очень много детей Сарова искренне считают, что здесь гораздо интереснее, чем дома. И мы и так же, на самом деле, много времени проводим. Потому что в 20-м время что-то происходит. Вам удалось создать ту атмосферу, когда к вам тянутся, у вас интересно. И не так много мест в городе, куда хочется, не задумываясь, прибежать. И знаю, что там точно будет здорово. Опыт нашей детской библиотеки перенимают и другие учреждения с разных уколков России. Сотрудники Пушкинки регулярно участвуют в различных библиотечных вебинарах. Рассказывают о своих проектах, делятся наработками. Хочу от имени депутата в городской думе города Сарова для себя лично выразить искренние слова благодарности. Алексей Сафонов и Андрей Немчинов вручили почетные грамоты города заведующей отделом Ларисе Рустамовой и заведующей отделом информационно-библиографической деятельности Ларисе Швиченко. Кроме того, в подарок Пушкинке достались сертификаты на приобретение оргтехники. Также сотрудники в библиотеке наградили благодарственными письмами и грамотами. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 6 октября в 18.00 в художественной галерее на большом киноэкране покажут балет «Собор Парижской Богоматери». Блистательный образец французского романтизма – одна из визитных карточек прославленной французской труппы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Банк России предлагает установить доходность по специальным банковским вкладам для людей с невысокими доходами на уровне «Ключевая ставка плюс 1%». Порог по сумме такого вклада сейчас обсуждается. Пока основной вариант – до 100 тысяч рублей. Для того, чтобы система заработала, должно быть соблюдено несколько условий. Первое – подтверждение, что человек относится к категории граждан, которым адресован этот механизм поддержки. Второе – подтверждение, что такой вклад, по сути, форма социальной поддержки, открыт только в одном банке. Мутная вода в кранах Саровчан может появиться после 10 октября, сообщает МОБ «Горводоканал». Это связано с плановой проверкой пожарных гидрантов, установленных на уличной водораспределительной сети. Замутнения прекратятся в начале следующего месяца. Заключительный прием обязательных нормативов комплекса ГТО на Большом футбольном поле стадиона «Икар» пройдет 9 октября в 10 часов. Необходимо записаться заранее через электронную форму на сайте спортивной школы. При себе на все испытания нужно иметь удостоверение личности, медицинский допуск и уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО. День открытых дверей прошел в Саровском медицинском колледже. На встрече будущим абитуриентам рассказали о внедрении новых стандартов по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Так сократятся сроки обучения на год для девятиклассников, поступающих на «Сестринское дело». Теперь они будут учиться 2 года 10 месяцев. Одиннадцатиклассники будут учиться на этом направлении год и 10 месяцев. Очень хорошая также новость по специальности «Лечебное дело». Если раньше мы набирали студентов на специальность «Лечебное дело» только на базе 11 классов, со следующего года мы сможем набрать группу на базе 9 классов, также на основании нового федерального государственного образовательного стандарта. Срок обучения для студентов по специальности «Лечебное дело» на базе 9 классов будет составлять 3 года 10 месяцев. На базе 11 классов обучение по этому направлению будет длиться 2 года и 10 месяцев. В библиотеке имени Маяковского в рамках клуба любителей православной книги состоялась встреча соровчан с настоятелем храма в честь Иверской иконы Божией Матери в Сафроньевой пустыне Протеереем Владимиром Цветковым. Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Протеерея Владимир Цветков – основатель общества православной культуры в Санкт-Петербурге, писатель, публицист и философ. Отец Владимира родился в Ленинграде в послевоенные годы. После школы учился в университете на факультете психологии. После своего воцерковления отец Владимир прошел заочное обучение в духовной семинарии. Позже его рукоположили в священнике в Псково-Печерском монастыре. Духовником отца Владимира Цветкова был известный старец Иоанн Крестьянкин. Бочка благословил рукополагаться в дьяконе, потом в священнике в Псково-Печерском монастыре, затем я служил на приходах Псково-Печерского монастыря, затем в Средней Азии. Потом, по стану здоровья, мне пришлось вернуться в Петербург. Протеерей Владимир Цветков нес миссионерское служение на Кавказе, в Аллааме и Афоне, бывал за границей, выполнял послушание и в самом древнем православном монастыре – лавре преподобного Саввы на Святой Земле. После жизни отца Владимира сложилось так, что он уехал в Сафроньеву пустынь, которая находится в непроходимых лесах в Арзамасском районе, в десяти километрах от села Кавакса. Эту встречу с читателями Протеерей ждал еще два года назад, но тогда помешала пандемия. На вечере в Маяковке читатели задавали отцу Владимиру вопросы, активно включались в диалог. Также священник презентовал свои книги. Первая книга назвалась о построении православного мировоззрения. То есть самые первоначальные сведения и информации, которые иногда священники в рамах не могут так систематически изложить, ну вот это была такая систематическая такая, можно сказать, школа была, выцерковление. И вот эти, то есть часть, да, их записывали на магнитофон и сейчас их распечатывают. После встречи саровские читатели могли приобрести книги отца Владимира. Также некоторые свои издания священник подарил библиотеке имени Маяковского. Их можно взять на абонементе в отделе духовно-нравственной культуры. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Плавцы спортивной школы «Икар» приняли участие в первенстве области по плаванию «Планета вода». Соревнования среди детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Дзержинске. Конкуренцию саровским пловцам составили 39 спортсменов из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Вексы, Богородска, Бора, Павлова и Заволжья. В отделение плавания спортивной школы «Икар» мама записала Данилу, когда ему было 6 лет. Мальчик совсем не умел плавать и с трудом держался на воде. Постепенно воспитанник Эдуарда Вешкина осваивал все новые стилия, совершенствовал навыки. За 11 лет, что Данила Лебедь занимался плаванием, он не единожды становился победителем соревнований разных уровней. Недавно копилка его достижений пополнилась двумя новыми золотыми медалями, которые он завоевал в первенстве области по плаванию «Планета вода». Хорошо прошли соревнования, очень прекрасно. Два первых места занял, все понравилось, все хорошо. У него две дистанции, сначала 50 метров стройный уровень, 50 метров бат, потом 100 метров прас. В первенстве приняли участие и другие воспитанники Эдуарда Вешкина. В соревнованиях для детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата Мария Федоркина дважды поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета, став лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Мария Гусакова заняла первое место на дистанции 100 метров прасом и второе на дистанции 100 метров вольным стилем. Никита Васинин и Руслан Некрасов взяли по две серебряные медали. Там реально старались, там впервые в жизни, ну, по крайней мере для меня, было открытие, обычно, открытие именно соревнований. Обычно они просто начинают без всего, а так что-то новенькое. Ну, все очень сильно старались и они мне просто сами все понравились. Максим Смирнов занял второе место на дистанции 100 метров на спине и третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!